Прямо сейчас на ваших экранах, уважаемые телезрители, Питон Витя, который сегодня уже помогал вести мне выпуск новостей, а вот сейчас вновь оказался у нас в студии. И также у нас в гостях удав Люцифер. Удав Люцифер? А покажите, пожалуйста, Люцифера. Вот он такой маленький удав. Прямо сейчас поговорим с их хозяевами о том, как содержать в домашних условиях таких замечательных животных, рептилий. У нас в гостях Анастасия Черная и Игорь Ермаков, террариумисты. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Да, мы знаем, что появилось у нас сообщество, группа ВКонтакте появилась, где вы собираете всех людей в Красноярске, которые держат экзотических животных. Много ли удалось вообще людей собрать? Много ли таких у нас? Ну, людей особо немного, но группу набираем постепенно. Сколько человек в группе уже? Ну, на данный момент 44 человека. Ну, половина не содержит змей, половина как-то так к ним присматривается. Китается, присматривается. Настя, скажите, у вас в руках, вот вы сказали, это удав. Да. Он вырастет до настоящего удава? Ну, да, он вырастет, ну, я надеюсь, хотя бы метра два с половиной, но есть экземпляры, которые достигали пяти метров. А чем вы его кормить должны, чтобы он вырос до пяти метров? Мышками. То есть и сейчас он мышек ест? Да. Он же еще маленький. Маленьких, небольших мышек. Живых? Нет, я кормлю заморозкой. Как-то живых мне жалко давать. У нас в городе продается заморозка, в Командоре заходишь там, совком, и мышки заморожены. Нет, в зоомагазинах специальных как бы есть мышки. А когда вырастет, он будет есть уже? Тоже мышек, только, ну, крыс даже побольше. Живых? Нет. Заморозки? Да, заморозки. Мне интересно, как кошка ловит мышей. Да, ты хочешь из питона сделать кошку, что ли? Вдруг он будет ползать в деревню по дому и ловить мышек. Ну, нет, они едят, в принципе, живых. Это питон, да? Не путать, главное. Это удав. А, удав, все. Вот это питон. Это питон. Чем они отличаются, да? Скажите, пожалуйста, Игорь. Ну, питоны, они обычно вырастают больше, чем удавы. Так, ну, мы уже видим, что... А по возрасту они одинаковые сейчас? Нет. Нет, моему год. Пять месяцев. Люциферу пять месяцев. А чем Витя питается? Крыса. Уже крыс. Перешел на более серьезный рацион. Заморозка, да? Нет. Живые. Живые. Вот, Витя, вот уже ближе к твоему варианту. Дело в том, что, когда Роман увидел Витю... Краем глаза. Краем глаза рядом с собой во время выпуска новостей, Роман несколько отодвинулся, но Витя все равно к нему предближался. Давайте, Роман, сейчас вы свой страх переборете и Витю погладите. Мне кажется, Антон, ну, хорошо, я не могу вам отказать. Витя, хорошо. Он зашевелился? Да, да, да. А он не совершает резких движений? Нет, на людей даже попыток не было кидаться. Ну, сейчас будет первый. Нельзя так делать. Скажите, пожалуйста, а... Ну, давай, спроси, спроси. Ты готова? Сколько по времени вот живут удавы и питоны? Это же они, по-моему, долгожители змеи? Ну, в среднем змеи живут от 20 до 25 лет. Ну, и опять же, были рекорды, где змеи жили, так, лет 35-36. Сложно создать условия вот в Красноярской квартире для проживания таких животных? Нет. А где он? Что нужно? Нужен террариум и обогрев. Обогрев, как это работает? Либо лампы, либо... Теплый пол. Коврики, которые... Скажите, а гулять надо с этими созданиями, нет? Можно, но не обязательно. Я вот помню, когда летом я, на самом деле, вот в лесопарковой зоне у Красноярска видел, как выгуливали то ли питона, то ли удала. То есть он ползал по траве, он, видимо, быстро же не ползает, да? То есть его можно поймать, он лежит, дышит воздухом. Он прогуливался. Прогуливался по Академии. Обычно вот... Ребята, я знаю, что у вас совсем скоро пройдет мероприятие, давайте о нем поговорим. 20 сентября у нас пройдет встреча в Тайм-клаб Атлантида. Это в 5 часов вечера по адресу Ленина на 34. Что значит встреча? Ну, мы будем рассказывать про змей, как бы, про тех видов, которые мы принесем с собой. И люди могут поближе с ними познакомиться, чтобы в дальнейшем не бояться. И там... Я пойду. В лесу где-нибудь встретят, чтобы не долбили их лопатой, а просто мимо прошли. А бывают такие случаи? Ну, да, люди боятся и просто начинают бить, давить как бы змей. Он к тебе идет. Я знаю, он мне понравился. Виктор теперь твой друг закатычный. Советующий. Хорошо, скажите еще, Настя, мне интересно, вот вы так вот удава все время крутите на пальцах, как четкие. Это какой-то массаж спины? Ему нравится это? Ну, я не знаю, вроде не жаловался. Вроде не жаловался. А теперь вот для тех людей, которые посетят ваши мероприятия, ну, собираются посетить и, возможно, захотят иметь у себя дома вот такого нового друга. Дорого ли это? Ну, в целом удовольствие, конечно, наверное, не дешево. Есть экземпляры, которые стоят больше 10-20 тысяч. Ну, стоит, наверное, заморочиться поначалу с террариумом, потому что террариумы от 5 тысяч. И по размерам нужно, ну, большой покупать. Скажите, пожалуйста, ребята, вот у вас раньше, вот я в детстве, обычно ребенок хочет собачку или щеночка, или там котенка. А вот вы сразу хотели змею? Да. Да? Собачки, котята, не моя. Это ваши первые, да, вот змеи в жизни? Нет, у меня две собаки сейчас еще, к тому же, три кошки. И змея. И вот еще змея в коллекции. Бесконечно можно об этом говорить. Слушайте, ну все, 20 сентября, Тайм Клаб Атлантида. Приходите, если хотите... А вход со змеей бесплатный? Да и безвизия. Ну, там платить только за время пребывания. Это как антикафе. Да, вы можете смотреть на змеи и наслаждаться общением. В жизни. Вот сядешь на кресло-мешок, они будут по тебе ползать, и ты будешь... Главное, когда садишься посмотреть, и сидит это уже змея уже. Да, обязательно займись этим романом.